Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я люблю футбол. Это моя жизнь. Футбол уже наша работа. Каждый, кто в работе, хочет быть лучшим. Футбол и рад, это моя жизнь. Это мой сын и моя карьера. Это всю жизнь вратарский гектар. Нападающий не забил ничего, но вратарь получил уже все плохо. Как говорил Лев Анатольевич Яшин, нет в спорте более благородной должности, чем вратарь. Либор Грыгличко начал заниматься футболом довольно поздно. В 10 лет на школьных соревнованиях его приметил детский тренер Братиславского Интера и пригласил на тренировку. Я хотел раньше и в хоккееве вратарь. Но, значит, там надо больше денег на это все. Наверное, мне не было интересно бежать, биться в мяч, забивать. Для меня было интересно прыгать, ловить. Быть вратарем – особенная честь и огромная ответственность. На первых официальных соревнованиях, напропускав кучу мячей, дебюту Либора, мягко говоря, не удался. Но именно в этих играх закалился характер мальчика в эксклюзивных перчатках. Мама нашла просто там перчатки, но для работы. Взял перчатки, она там резинку дала, чтобы держали. Там было то, что жена, так что-то. Мы проиграли все игры. Я получил там 9-5 голов. Ну что-то словил. У меня желание было. Я просто приехал туда, туда. Там было жестко, просто, знаете, дерево. А мне после этого, после этих игр сказали, что я был лучшим вратарем этого всего. С раннего возраста Либор Градличко был предоставлен сам себе, так как рос без отца, а мама все время работала. Он с детства привык к одиночеству, ведь братьев и сестер у него не было. Ну, а время был дома в квартире только один. Я смотрел телевизор или пошел вон с ребятами, поиграть там, играть на улице. Но я думаю, это было хорошо для меня. И сейчас в Азербайджане, в Малайзии или где-то в Австралии. Я уже прошел этим всем. Я уже жил сам в интернате или в квартире с 4-5 людьми. Жил в одной квартире. Я уже привык на все. Футбол стал смыслом жизни для Либора. Он растворился в нем. 9 лет Градличко защищал цвета Братиславского Интера. Привлекался в сборную Словакии Ю-19. Но не видя перспектив и не желая смириться с тем, что он только второй номер в команде, Либор покидает родной клуб и уезжает в Чехию, подписав контракт с местным Брном. Уже мне было 19 лет. Я был у 19 в Словакии. Пришел один тренер из Чехии со мной. «Либор, смотри, как хочешь в Чехию?» Я так смотрел и видел, что в этой команде в Интере Братислава не было много шансов быть в первой команде мужской команды. Я так подумал и сказал, что почему не было. Это не было далеко, это хор Брно. Это 120 километров из Братиславы. Там я ушел в эту команду. В это время я, эту нашу сборную Словакии, меня не так сильно интересовало. Просто это У-20, У-21. Это, я думаю, шибко, что меня так не интересовало. Ну, что я могла делать? Я там в Чехии, что я могла? Звонить там тренерам, смотрите на меня, придите, посмотреть на меня. В Чехии Гордличко вновь ведет борьбу за место в основе, доказывая на тренировках, что именно он достойный играть в стартовом составе. Но стать первым ему не удается. Сидеть в запасе и не приносить пользу команде – это не про нашего героя. Либер возвращается на родину, приняв приглашение команды из высшей лиги Словакии Ружамберака. Смотрите, Икорь Касила начал в Реал Мадриде 18-19. А я не был 20 лет, а у меня были два старта в премьере в Чехии. Я был очень рад, что тут было такое предложение. Там я сразу стал первым вратаром, и там три года я был вратаром. Никто не мог подумать, что когда-нибудь Либер Гордличко будет играть в Украине, тем более защищать цвета запорожского металлурга. Но вот в чем парадокс – именно на Запорожской улице либо рос, взрослел и менялся. Я был очень рад, потому что, как сказали, новый этап в моей жизни. Честно скажу, что в Запорожье как город вообще не знал, но скажу вам, честно, в Братиславе, в нашем городе, рядом, где моя бабушка живет, там улица Запорожская. А я там вот за шесть лет по этой улице, по Запорожьей, с бабушкой в магазин продукты. Хоть помогала с ней, а она бабушка. Ну, идем там в магазин Запорожьей. А я серьезно скажу, в моей мысли Запорожье уже как… Честно скажу, запорожская улица там есть у нас. Либер Гордличко – словацкий футболист. В переводе со словацкого – Гордличко – черепаха. Родился 2 января 1986 года. Рост – 191 см, вес – 84 кг. Воспитанник Братиславского Интера выступал за чешский футбольный клуб «Сбраевка» и словацкий «Ружемберок». С марта 2013 года защищает цвета запорожского металлурга. Не успели высохнуть чернила на подписи под контрактом с запорожским металлургом, как Либер Гордличко уже вышел на поле против львовских Карпат, где был признан лучшим игроком матча. Это было дома против Карпат и Львов. Была такая погода, дождь пошел. Ну вот так, Либер Гордличко, номер 12, ой, на нашем экране. Первый раз выходит, буквально сегодня лишь отримал правильный выступать и сразу же появляется уровень. Игра в воротах подобна расстрелу. Вратарь играет в самой горячей точке, где борьба нападающих и защитников достигает предела. Он организатор и руководитель обороны. Его мастерство и надежность повышают и укрепляют боевую мощь всей команды. Я просто серьезно им показываю громкостью влево-вправо. Я хочу помочь. Было много таких игр, когда я много, много кричал. И ребята уже, защитники уже говорили, успокойно, успокойся, просто все кричат, что ты такой, успокойся. У меня плохие зубы. Уже чувствовал, что там кровь была, что я так до языка писал. Но я не был как собака без него. Но я не хочу плохо им. Я хочу просто помочь. Потому что, конечно, я самое лучшее вижу все поле, всех игроков. И это моя работа. Не только роли, не только поскоро, быть таким оператором. А после игры они мне говорят, что ты так много кричал. Я так, я не хотел плохо. Но, ребята, если я буду много кричать, ты мне только покажи так, а я уже успокоиться. Я уже знаю, что ты меня освещал. И все хорошо. Либур все время равнялся и старался быть похожим на вратарей, которые были заметными фигурами на поле, обладали вратарской харизмой. В Германии Барнихов. Мне понравился там Оливер Каунг. Такой сильный, большой вратарь. А потом поздно. Толдо, фанческо-толдо был такой. А сейчас тоже есть один такой Виктор Валдес. Он не самый лучший вратарь на мире, но у меня есть такая харизма. Просто такой человек мне понравился. Вратарей в 10-15 раз меньше, чем полевых игроков. И поэтому они занесены в спортивную красную книгу и обладают особым статусом. В запорожском Металлурге в отношении вратарской позиции царит серьезнейшая конкуренция последнего рубежа обороны. В некоторых тренировках был Макс лучше. Лучше тренировал, лучше играл. И поэтому он стоял. А я просто могу сказать только, что я должен лучше тренировать, больше работать. И буду, можно, в следующем игре я стану. Макс, кстати, я очень рад, что такой игрок пришел в нашу команду. Он брал каждую игру. Мне сказал, Либор, смотри, там такой игрок, там такой. Это очень, я бы рад, что он мне так хоть сказал, где быть очень внимательным и очень внимательным. Это тоже школа для меня, для вратаря. Вратарь, как сапер, и права на ошибку не имеет. Так считает тренер по вратарям запорожского Металлурга Сергей Краковский. И старается готовить своих подопечных к играм так, чтобы у них в рамке и около нее ничего не взрывалось. Время прошло, но изменилось. Самое главное, что изменилось у нас вратарские тренировки, что поменялись новым тренировкам. Стараемся на тренировках, если на выходах или на передачах с плангом, самые быстрые, на меня все равно. Что тоже очень хорошо для тела, для кондиции. Такое раньше не было. На каждой тренировке, если ошибка, сделаем шипку. Сразу скажут, что плохо сделали, так лучше сделать. И если мы плохо сделали, надо вправить, но просто приехать. Пять раз или десять раз, чтобы мы шипку сделали. И потом я уже буду знать в следующий раз, что делать. Что делать? Вопрос риторический, на который придется искать ответ Олегу Тарану. Так как запорожский металлург в национальном первенстве находится внизу турнирной таблицы, имея в своем активе одну победу и пять ничьих. В прошлом чемпионате, когда я пришел, мы не забывали голы. Там был проблем. А сейчас в этом чемпионате мы забываем голы. И в первых играх мы забыли. Но мало играх на них сыграли. Это тоже моя вина. Последние игры, если бы мы там выиграли с Донецком дома, с Зарио дома. Уже было много таких играх. Когда мы нищу сыграли. Я думаю, это была лучшая команда. Там уже серьезно этот факт было надо или счастливо. Не знаю. Мы уже в церкви были. Что еще делать? Я думаю, что, это было бы не было. С мыслях. Мы уже видят, как потратили играх, где могли победить. И что, что потом стихичное, я сам чувствовал, например, после игры в Чернигове. кубок, где мы не пришли. Я после этой игры три дня не могла спать. Я уже так расстроился, потому что эту игру я просто уверил, что мы победим. Вратарская философия проста. Плохой отбивай, хорошее лови и дари людям. За девять месяцев Либор Грозличко быстро влился в коллектив и стал любимцем публики. Они как друзья уже там привыкли, они слышат там Либор, Либор, давай туда-сюда, что ты там чудишь. Плакаты вам рисуют? Да, белый банар и плакат. Для таких статистик просто, когда я в команде, ну не знаю, если могу сказать, это только такой секрет, но скажу хорошо. Когда мы начинали здесь, на этой стране, в Заблечье, когда я в команде, восемь, девять месяцев меня проиграли. Грозличко постоянно сражается за место в воротах, понимая, что только кропотливым трудом он может его получить. И когда ему удается доказать, что именно он достойен защищать последний рубеж запорожского металлурга, его переполняет чувство гордости. Я уже сказал, если будет продолжение или на новый контакт, мне уже здесь понравилось, я привык, все город и люди, все, бесплатно. Только стараться, что наша команда была наверху. И тогда я спокойнее буду всю жизнь здесь. Словацкий легионер является завидным женихом и вызывает огромный интерес у многих девушек. Но стоит сразу разочаровать поклонниц Либора. Его сердце занято и принадлежит Марии, с кем он готов в ближайшем будущем реализовать свою мечту. Уже вижу в нашей команде много ребят, у них уже есть жена. А я уже вижу, что надо, что так думать в жизни. Это моя работа, а уже просто храдить период. После моей кариеры я могла так сказать хорошо играть, что ты нормальный сыграл в всех командах. Себе это в жизни дало все. И буду пару лет отдыхать, просто ничего не делать. И так, чтобы я так мог. И чтобы я потом ребенку сказал, чтобы они спросили а папа или девушка, где ты играл? Что я бы им показал? Я тут на карте тут, здесь, здесь, там. Что я так? Или против этим игрокам. И это был мой друг, с этим я играл. Рано или поздно одиночеству приходит конец и наступает время новому этапу в жизни нашего героя во вратарских перчатках. Но это уже будет совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова